И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами поговорим о крайне условном понятии армянского мужества, армянской смелости, армянском духе. Те, кто знаком с представителями армянства, им уже смешно. Но давайте всё-таки ещё раз поговорим об этом понятии. Ну что ж, приступим. Армянство на протяжении, со временем первой фазы Карабахской войны, Спена и Урта заявляла о том, что именно армяне сами оккупировали Карабах. Не так ли? Мы приводили, мы имеется в виду азербайджанские блогеры, и не только азербайджанские, кстати, сотни фактов обратного. Я даже не хочу говорить, опять-таки, перечислять все эти свидетельства. Это и нахождение вооружённых сил Азербайджана у стен Ханхэнды в 92-м, это и Кельбаджарская операция 1993-го, это бои-окружение большей части вооружённых сил Армении под Физулями, конец 1993-го, это городистская операция 1994-го и так далее. Нет, мы не будем говорить об этом. Армянство заявляет сейчас, что сейчас уж точно Россия не воюет на стороне Армении. И это правда. Но это не мешает армянству прятаться за спиной русского Ивана. И вот тут я хочу вспомнить великолепные слова, которые были сказаны Владимиром Владимировичем Путином, а также неоднократно звучавшие со временем на российских телеканалах в отношении Армении. Армения – гулящая жена. Это не мои слова, а слова из песни, как говорится, не выкинешь. Если Армения – это гулящая жена, то кем же можно назвать тогда Россию? Русским оленем. Рогатым русским оленем. Потому что когда изменяют жены, мужей называют рогатыми. Не так ли? И, видимо, этими своими рогами Россия и заступается, и заступалась за армянство. Которое, как я уже говорил, и не только я, изменял Россию неоднократно. Разваливая Советский Союз, работая в этот момент на Запад, сейчас стремясь отойти от России в сторону Запада. Факты. Факты, факты. Несчастный рогатый русский олень. Жалко. Жалко, что он выбирает, скажем так, легких женщин. Получается именно так. Он не выбирает союзников. Он выбирает легкую дичь или легких женщин. Не буду сейчас уточнять, на какое место они бывают легкие. Да, это мое видео немножко, скажем так, саркатически-юморное. Что-то сегодня меня потянуло поговорить о политике с точки зрения юмора. Но давайте с вами вернемся к тому моменту, когда армянство в наши дни заявляет о том, что сейчас оно не прикрывается русским оленям. А разве оно не прикрывается? Ведь обратите внимание, Армения бомбит азербайджанские города не с территории Карабаха, которую они оккупировали. И на территории которого происходят бои. Происходит операция деоккупации Карабаха. Нет. Они обстреливают азербайджанские мирные города, в частности Гянджу, с территории Армении, с которой, в общем-то, мы не воюем. Почему она это делает? Потому что так легко спрятаться за русским рогатым оленем. Не так ли? Ну, что можно сказать, дорогие друзья? Русскому оленю все больше и больше надоедает носить рога. И этому можно привести тысячи свидетельств. В частности, то, что даже министр иностранных дел этого оленя, в общем-то, отказывается практически от своего армянства. Я имею в виду Лаврова. Знаете, что еще интересно? Когда Армения стала пытаться найти нового, видимо, будущего оленя, все страны отказались им быть. Они попытались каким-то образом подлезть к Соединенным Штатам Америки, но США четко дала понять, что ей это не надо. Попытались подлезть к Ирану. Иран знаком с понятием армянства и при этом знаком неоднократно. Недаром Иран неоднократно выселял армян. Попытались подлезть к Китаю. Китай, в общем-то, ближайший друг Эрдогана. То есть им тоже этого не надо. Они тоже ознакомлены с понятием радикального армянства. Эрдоган, конечно же, все необходимые документы, всеми необходимыми документами снабдил Китай. Никому не нужна гулящая жена. Как-то так, дорогие друзья. Если я в чем-то не прав, попробуйте меня поправить. И единственный муж, крайне условный, который все еще хотя бы отдаленно думает об Армении. Нет, это не Россия. Это не русский олень. А крайне условный муж, президент Франции, Макрон. Даже не сама Франция. Почему условный? Ну, ни для кого не секрет, что он принадлежит к нетрадиционно сексуальной ориентации. К людям, скажем так, из нетрадиционно сексуальной ориентации. Как-то так, дорогие друзья. Надеюсь, я вам немножко поднял настроение. И, в общем-то, описал то, что сейчас происходит. Армении я желаю найти, вернуться, вернее, к тому своему мужу, кто множество лет заступался за Армению. Либо к Турции, либо к России. При этом придется очень долго кланяться в ножки и проситься, чтобы их простили. Всем до свидания, дорогие друзья. Всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok